Водонапорные башни на селе снабжают жителей чистой водой. Но сейчас почти половина их работает в аварийном состоянии и не справляются с нагрузкой. Министерство строительства провело инвентаризацию и отобрали 217 сооружений, которые необходимо отремонтировать. На эти цели из республиканского бюджета выделят 200 миллионов рублей. Еще 13 добавят муниципалитеты. В данный момент заявки выставлены на конкурс для определения подрядчиков. Главы администрации муниципальных образований уже все знают, все получили, все необходимые мероприятия ими осознаны. Теперь вы эту работу соответствующим образом мониторите и организовываете, а они соответственно не очень реализовываются. Нужно провести конкурсную процедуру, мы совместно с главами проработаем эти вопросы, проконтролируем. В июле завершилась призывная кампания. Всего на медкомиссии вызвали 4,5 тысячи человек. По данным республиканского военкомата, план призыва выполнен полностью. Из числа граждан, которые прошли медицинское освидетельствование, процент годности состоял 74,5%. В 2019 году этот показатель составлял 71,6%. В целых качественном проведении мероприятия осеннего призыва мы уже начали ряд мероприятий, а именно подготовив специалистов в наших школах, автошколах ДСАП. На совещании Олег Николаев поднял вопрос об экспериментальном цифровом режиме в сфере инноваций. Такую возможность дает решение о предоставлении регионам соответствующих полномочий, принятые Госдумой. Режим цифровой трансформации возможен в медицине, фармацевтике, транспорте, дистанционных и электронных образовательных технологиях, финансах, дистанционной торговле, промышленности и сельском хозяйстве. Олег Николаев поручил Министерство цифрового развития, информационной политики, массовых коммуникаций активно включиться в эксперимент. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.